Рад снова встретиться с вами. В эту среду в 19.00 я проведу группу в прямом эфире на Фейсбуке. Каждую неделю я провожу малые группы в церкви, но на этой неделе я хочу провести ее с вами. Соберите друзей, коллег или несколько родственников и присоединяйтесь ко мне в среду в 19.00. На этой неделе у нас интересная тема, посвященная Израилю. Почему они важны для Бога и для нас. После 15-минутного учения я отвечу на ваши вопросы, а потом вы сможете загрузить вопросы к теме и закончить ее изучение со своими друзьями. Так мы можем вместе расти в Господе. Тело Христа — это не здание, а движение вместе под руководством Иисуса. «Найдите время и присоединяйтесь ко мне в среду». Наш сегодняшний урок посвящен свободе от волнения. Иисус сказал, что мы можем быть от них свободны, и я ему верю. В этом есть огромный потенциал для нашей жизни. Приятного вам просмотра. Евангелие от Матфея, 6 глава. Иисус сказал, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботе. А послание Филиппица, 4 глава, гласит, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением. Открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет помышления о вашего Христе Иисусе». Вопрос, как на библейском языке называется явление, когда мы делаем то, что Иисус просит нас не делать? Как Библия называет такое поведение? Грех. Поэтому, если говорить технически, то согласно Евангелию от Матфея, получается, что волнение — это грех. И мы все сразу же думаем, это не страшный грех. Когда вы приходите в церковь и говорите, «У меня проблемы с волнением», люди обнимают вас и предлагают за вас помолиться. А если вы придете в церковь выпившим, то такого приема не будет. С одной стороны, мы не очень серьезно относимся к славам Иисуса. Я это понимаю и думаю, что нам нужен Божий взгляд на эти вещи. Я считаю, что если Иисус говорит «не делать чего-то», то это в наших же интересах. Он не пытается ограничить нас. Его волнует наше благополучие, но мы кое-что упустили. Мы допустили в своей жизни, в своих эмоциях и мыслях, то, что приносит нам разрушение. Иисус сказал нам этого не делать. Нам нужно откровение от Духа Божьего. Иисус сказал нам не делать этого. Это не просто изучение, чтение или ответ на вопрос. У меня было много таких случаев в жизни. Один из самых серьезных — это когда я пытался решить, чем заняться по жизни. Я знал, чего хочу. Я выбрал профессию и создал карьерный план. Я знал, какой хочу видеть мою жизнь. Я не хотел отвергать Бога. Я хотел быть с Богом. Но у меня был свой план для жизни. Когда я стал следовать этому плану, мне стало некомфортно. Я понял, что никогда не спрашивал у Бога, а что ты имеешь для моей жизни. Если честно, я не хотел этого знать. Я хотел, чтобы Он благословил мой план. Я уже представлял свой двух- или трехэтажный дом. Я хотел иметь один дом на пляже, другой в горах. Я планировал как-то так. Но, наконец-то, осмелился спросить, «Господь, а что ты запланировал для моей жизни?» Я почувствовал, что Он приглашает меня в служение, но я не хотел этого слышать. Честно говоря, я просто презирал церковь. С детства церковь не имела для меня никакого значения. Когда я стал последователем Христа, то большинство моих наставников не имели никакого отношения к организованной религии. Поэтому церковь меня не привлекала. Я помню, как однажды читал стих, где Иисус говорит, «Я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Что-то произошло. Эти слова ожили внутри меня. Я вдруг понял, что величайшая привилегия для меня — это помогать Иисусу строить Его церковь. Я не хотел быть проповедником и ненавидел выступать на публике. Я сказал, «Иисус, если я могу помочь тебе с церковью, то можешь на меня рассчитывать. Я буду делать все, что умею». Затем это стало величайшей радостью моей жизни. Я хотел попасть на небо, но не хотел, чтобы там были другие христиане. «На небе я хотел быть в одиночестве, потому что христиане действовали мне на нервы. В них было столько противоречий, что я не хотел быть таким, как они. Но Бог изменил мое сердце, а началось все с одного стиха. Думаю, нам нужно такое же откровение и просветление в вопросе волнений. Мы их приняли и даже придумали для них свой язык. «Я не волнуюсь, у меня просто дар планирования. Я смотрю на свою жизнь и на жизнь других людей, слушаю их истории и вижу, какие неприятности их ждут». «Да, я могу думать об этом, планировать и готовиться, но это не должно вызывать у меня бессонницу». «Я не волнуюсь, я просто хочу быть готовым ко всему». «Еще такой вариант, пастор. Я не часто волнуюсь, но я призван молиться. Я собираю просьбы, выслушиваю людей и даже могу сказать, что их ждет, если они продолжат идти по этому пути. Может, это пророческий дар? Я молюсь о том, что может произойти. Я даже могу не спать из-за этого, но я не волнуюсь. Мы используем разные слова, чтобы скрыть тревогу, стресс и страх. Иисус сказал, что не нужно этого делать. Волнение — это грех. Подумайте. Волнение вытравит все наилучшее от Бога из вашей жизни. Они разъедают, то есть будут ослаблять это понемногу, шаг за шагом, пока это, наконец, не рассыплется над счастьем. Мой хороший друг сражается сейчас с инфекцией. Началось все очень просто. С боли в теле. Потом боль стала расти и вызывать дискомфорт. Он перестал ходить, и оказалось, что инфекция разъедает его кости. Это очень серьезно. Структурная целостность его тела находится под угрозой разрушения. Именно это делает волнение с Божьими целями для вашей жизни. Я это не выдумал. Это взято из Библии. В Евангелии от Марка, 4 главе, есть притча. Мне кажется, вы ее хорошо знаете. Это притча о сеятеле. Помните ее? Сеятель вышел сеять семя, и семя случайно упало на 4 разные вида почвы. И на каждом виде почвы был свой результат. Когда Иисус был наедине с учениками, они попросили его объяснить им эту притчу. А мы с вами прочтем, что произошло на почве с терниями. Посеянное в тернии означает «слышащих Слово». Ах да, эти люди слышат Слово. Они не отделены от Него. Они слышали Слово, но в которых заботы века сего. Обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают Слово. Пожалуйста, обведите фразу «заглушают Слово». И оно бывает без плода. Волнения могут сделать Слово Божие бесплодным в вашей жизни. Вы можете знать истину, слышать истину, принимать истину. Но если вы миритесь и поощряете волнение, страх и тревогу, то это может аннулировать все то хорошее, что Бог хочет принести в вашу жизнь. Тут указаны три вещи. Заботы века сего, обольщение богатством. Это не тема нашего послания, но давайте на этом немного остановимся, потому что эта тема привлекает много внимания. Библия не говорит, что богатство — это плохо. Не позволяйте этой мысли проникнуть в ваше сердце. Не думайте, что люди, у которых больше, чем у вас, плохие. Это очень плохая привычка. И она изолирует вас от Божьих благословений. Много лет назад я был на пастырской встрече. Там были сотни людей. И туда был приглашен человек, которого я не знал. Это был пожилой, представительный мужчина. Он был старше меня тогда, но моложе, чем я сейчас. Все относительно, друзья мои, не так ли? Его представили как успешного бизнесмена, который еще и владел двумя профессиональными спортивными командами. Я помню, как его спросили, «А что вы чувствуете, когда находитесь рядом с христианами?» И он тут же ответил, «Чаще всего осуждение». У меня возникает от них чувство, что я должен делать больше, чем уже делаю. И, наверное, я сделал что-то плохое, раз я так богат. А что бы вы хотели, чтобы христиане знали о вас? Я хотел бы, чтобы они знали, что я нанял 10 человек лишь для того, чтобы раздавать деньги. Я еще до этого не дошел, но меня это отрезвило, поскольку я сидел с таким же отношением, как и все остальные. И если вы не будете хранить свое сердце, то в нем появятся странные идеи. Богатство — это неплохо. Библия говорит, что любовь к деньгам — это корень всех зол. Не нужно иметь деньги, чтобы любить их. Не нужно быть богатым, чтобы жить в зависти и жадности. Это никак не связано с вашим банковским счетом. Все дело в состоянии сердца, поэтому будьте осторожны. Приведу вам пример. Я люблю шоколад, но сейчас у меня его нет. Не нужно меня жалеть и приносить мне шоколад после служения. У меня есть шоколад в потайном месте. Не смейте его трогать, иначе вам не поздоровится. Я сейчас не держу в руках шоколад, но это никак не умаляет мое желание добраться до него. То же самое можно сказать и о вещах. Если вы думаете, что вещи — это плохо, принесите их ко мне. Я о них позабочусь. Библия предупреждает нас лишь о том, что богатство обманчиво само по себе. Обманываться — это верить в то, что на самом деле не является правдой. Богатство заставит вас поверить в то, что на самом деле не является правдой. Оно заставит вас думать, что вы его заработали. Но Библия четко говорит, что Бог дает нам способность приобретать богатство, и все серебро и золото принадлежат Ему. Поэтому если вы благословлены, то это результат Божьего вмешательства в вашу жизнь. Многие люди говорили мне, «Пастор, я слышал ваши слова, но я действительно много трудился, я учился, много работал, оставался на работе допоздна, часто рисковал». Я согласен, что все эти факторы повлияли на вашу эффективность, но вы можете делать все это и при этом ничего не накопить. Когда Бог добавляет свое благословение, тогда вы получаете хорошие результаты. Именно Бог дает нам способность приобретать богатство, но оно принадлежит Ему. Вот почему Он учит нас давать и практиковать щедрость. Это помогает нам разрушить обольщение богатством. Богатство заставит вас поверить, что вы можете контролировать свое будущее и избежать риска. Это логичное предположение. Но в жизни многих людей я видел, что все совсем не так. Я видел, как люди получали новости о чем-то ужасном, и никакие средства на их счетах не могли это остановить. Это очень страшно, если вы живете в обмане, что ваши вещи могут вас защитить. Мы живем под властью всемогущего Бога, и Он хочет нас благословлять. Поэтому Иисус сказал, не беспокойтесь об этих вещах. Бог знает, что они вам нужны, и Он поможет вам. Привет, с вами пастор Аллан. Я хочу предложить вам книгу, которая может повлиять на вашу жизнь. Иисус сказал, не беспокойтесь. Иногда это кажется невозможным. Если Иисус сказал нам, не делать чего-то, то Он дал нам силу для этого. Когда Иисус сказал, не беспокойтесь, Он дал нам силу, чтобы побеждать волнение, страх и стресс, вызванный нашей жизнью, или окружающим нас миром. Я написал книгу о том, как побеждать волнение, и мы готовы выслать ее вам за пожертвование любого размера. Ваша щедрость помогает нам менять жизни людей и приносить им свободу от волнения. А это так важно в нашей повседневной жизни. Наслаждайтесь книгой, доверяйте Богу. Вам не нужно жить в волнениях. Благословений всем вам. Иисус учил нас не волноваться о наших жизнях, что есть и что пить. Однако волнение, тревога и страхи процветают в нашем мире и в наших сердцах. Хорошая новость, если Иисус сказал не волноваться, значит, мы можем освободиться от тревог и страха. Пастор Аллен делится тем, как можно хранить свое сердце и разум от страха и тревоги в своей книге «Свобода от волнения». Это наш дар благодарности за вашу поддержку нашего вещания. Заходите на наш сайт, чтобы вручить свой дар и заказать свой экземпляр. Откройте Евреям 11.1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это лучшее определение веры в Библии. Вера — это уверенность в том, чего мы ожидаем, но еще не видим. Вера связана с тем, что мы не можем увидеть. Это парадоксальное заявление. Как можно быть уверенным в том, чего вы не видите? Все зависит от того, во что вы решили верить. Вы решили верить в то, что сказал Бог, и это дает вам уверенность в будущем. Эта уверенность основана не на ваших обстоятельствах или на вашей силе. Она держится на слове всемогущего Бога и Его истине. Если это вера, и вера основана на невидимом, то подумайте о волнениях. Волнение тоже связано с тем, чего мы не видим. Является предвкушением негативных вещей. Между верой и волнением есть взаимосвязь. Когда волнения расцветают, вера угасает, или вера расцветает, и волнения угасают. Волнение — это негативное выражение веры в Бога. Волнение говорит, «Я не верю, что Бог с этим справится, поэтому я возьму все в свои руки и положу на это все свои эмоции». Но так ничего не изменится. Иисус сказал, что вы не можете добавить даже один час к своей жизни, а Бог может добавить несколько лет. Он добавил языки еще 10 лет. Зачем вам делать то, что вы не можете контролировать? В Евангелии от Матфея 8 главе есть интересная история. Иисус с учениками переплывали в Галилейское море и попали в шторм. Они плыли не на круизном лайнере, а в небольшой лодке. Волны стали захлестывать лодку, «Я крепко сплю, просто поверните меня к стене, и я усну, это мой дар». Давайте же прочитаем это местописание. Иисус сошел в лодку, его ученики последовали за ним, и вот на озере поднялась сильная буря. Волны стали захлестывать лодку, но он спал. «Я не жалуюсь, а хвастаюсь, это действительно мой дар, но я не думаю, что смог бы спать, если бы вы поливали меня и шлангой, и при этом дул вентилятор». Иисус в таких условиях крепко спал, «Но ученики не хотели, чтобы он пошел на дно, не зная об этом». Тогда ученики подошли и разбудили его. Они сказали ему, «Господи, спаси нас, наша смерть близка». А он сказал им, «Чего боитесь вы?» «Наверное, буря и волн». Хм, маловерные. Это слово меня заинтриговало. Это не случайные люди. Это команда, которую выбрал Иисус. К этому времени они уже знали Иисуса. Они видели превращение воды в вино, прозрение слепых, полные корзины еды после того, как они накормили множество людей. И вот они напуганы, и Иисус поворачивается к ним и говорит, «Хм, маловерные. Если у вас есть список слов, которые вы не хотите услышать в свой адрес, у меня, например, он есть. Я бы не хотел, чтобы Иисус когда-нибудь посмотрел на меня и использовал мое имя и слово «маловерный» в одном предложении. А вы как? Я хочу быть человеком веры. Может, я не всегда дотягиваю до этого звания, но очень этого хочу. А теперь посмотрим на историю в Евангелии от Матфея, 15 главе. Она не об учениках, а о женщине, и она не еврейка. У нее нет завета и законных прав, чтобы обращаться к Иисусу. Она не потомок Авраама, а Иисус пришел, чтобы помочь потерянным овцам Израиля. Он не пришел, чтобы помогать язычникам. Но ори женщины, большая нужда. Она приходит к Иисусу и не отступает. Она преодолела все преграды и наконец-то добралась до Иисуса. Она излагает свою просьбу, а Иисус отвечает, «Я не должен помогать таким, как ты». Но она не сдается, и вот что Иисус отвечает ей в Евангелии от Матфея, 15 главе, 28 стихе. «Женщина, велика твоя вера. Даровано будет тебе то, о чем просишь». И в тот же миг ее дочь исцелилась. Нет веры, нет ответа на просьбу, и нет помощи для ее дочери. Реакция этой женщины повлияла на итоговый результат ее жизни. А думайте, то, как вы справляетесь с вашими мыслями и эмоциями, влияет на то, что Бог может сделать в вашей жизни. А я никогда об этом не задумывался. Именно поэтому я прочитал вам эти места из Писания. Дело не в семье, в которой вы родились, или в ваших традициях. Дело в ваших мыслях и эмоциях. Я нечасто рассказываю о значении слов, потому что считаю, что это скучно, а я не хочу наводить на вас скуку, но в этом случае это важно. Слова имеют значение, и значение слов меняется со временем. Сейчас мы имеем целый набор слов, которые 25-30 лет назад не использовались совсем или имели другое значение. Например, Apple. Волнение — это одно из тех слов, чье значение сильно изменилось. Пять минут в Гугле или с хорошим словарем, и вы сами все поймете. Это не высшая математика. На староанглийском слово «волнение» означало «душить кого-то». Да, да, «душить за горло». В среднеанглийском значение стало чуть более мягким, и теперь это слово означало «хватать кого-то за горло». В моем словаре был приведен такой пример. Волк взволновал ягненка, то есть волк выхватил ягненка из отары и схватил его за горло. Если бы волк схватил вас за горло, то ваше состояние нельзя описать словом «тревога». контекст проясняет ситуацию. К 16 веку слово «волнение» стало означать «приставать» или «атаковать». Значение слова постепенно меняется. На современном языке мы назвали бы это запугиванием. Один человек запугивает, толкается и делает все, чтобы унизить другого человека. Современное значение слова «волнение» — это чувствовать тревогу. Я немного встревожен. Кажется, не так уж страшно. Но это сильно отличается от слова «душить». Помните, что сказал Иисус о заботах этого мира и обмане богатством? Они заглушают слово. Получается, что «волнение» хватает вас за горло, и когда вас душат, все остальное не имеет для вас значения. Вас не волнует маникюр или кто выиграл чемпионат. Все это не важно, потому что вас душат. Иисус, вот что волнение делает с вашей жизнью. Поэтому Иисус сказал «не делайте этого». И вот вам прекрасная новость. Если Иисус сказал «не делать что-то», мы не должны этого делать. Наша жизнь не должна быть полна волнений, тревог и страхов. Это не значит, что эти вещи не придут. Они даже найдут оправдание для своего прихода. Но Иисус сказал, что нам не нужно беспокоиться. В Евангелии от Матфея 6 главе Иисус дал нам предостережение и обещание. Нам нужно знать и одно и другое. Он предупреждает нас о весьма конкретных вещах. Он сказал «не волноваться о том, что есть под солнцем». Не волнуйтесь о моде или об одежде. Не волнуйтесь о еде. И не волнуйтесь о своем будущем. Не волнуйтесь о завтрашнем дне. Все эти вещи важны. Еда важна. Если вас лишится еды, то вы начнете делать безумные вещи. Иисус не игнорирует реалии нашей жизни. Он говорит, что нам не нужно волноваться обо всем этом, потому что Бог знает, что нам это нужно. И желает дать нам это. Мы с вами уже давно изучаем Библию. Помните исход, когда Бог вывел израилетян из Египта? На нашем временном отрезке это было где-то здесь. Сотни тысяч людей вышли из рабства. У них не было социальных служб или больших оптовых магазинов с низкими ценами. Их кормил Бог. Он давал им манну и перепелов. А еще их одежда не изнашивалась. Они не могли ее заменить. Поэтому Бог сделал так, что она не изнашивалась. И каждый день Он вел их с помощью облачного и огненного столба, чтобы они знали, что делать завтра. Бог понимает, что вам все это нужно. Это не значит, что нужно лениться, но Он обещает помочь нам. Если именно эти вещи поражают ваши мысли и эмоции, то это осознание приходит к вам не от Бога. Если вы понимаете, что это не от Бога, то можете смело противостоять этому. Это очень важно. Если к нам приходит какая-то мысль, и она не от Бога, то мы можем ей противостоять. Нам не нужно ее принимать или развивать, а нужно ее отгонять. Иисус сказал, что мы не должны волноваться. Поэтому если какие-то мысли приносят вам волнение и тревогу, то они не от Бога. И вы можете их гнать от себя. Давайте помолимся. Господь, мы отдаем тебе наши волнения и тревоги. Дай нам твой мир, твое утешение и твою радость. Во имя Иисуса, будьте свободны сегодня. Аминь. Присоединяйтесь к нам каждую неделю, чтобы услышать новое глубокое послание пастора Аллена Джексона. Заходите на наш сайт, адрес которого на экране. Откройте для себя множество информационных ресурсов, которые переведут вашу христианскую жизнь на новый уровень. На сайте вы можете поделиться сильным посланием. Мы хотим делиться нашей программой со всем миром. Но сможем это сделать только с вашей помощью. Сегодня вы можете стать нашим партнером. Также мы всегда будем рады видеть вас в нашей церкви. Добро пожаловать. Не забудьте заглядывать к пастору Джексону каждый день в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и стали частью этого служения. Увидимся в следующий раз. До новых встреч с пастором Алленом Джексоном. Субтитры подогнал «Симон»